Всем привет, ребята! Это Шахматный Феникс и мы с Артёмом продолжаем решать тактику на час темпа и мы хотим 2000. Напоминаем, что наш рейтинг 1668 и мы переступаем. Так, ну решили мы растянуть доску, ну попросили нас растянуть вот эту штуку. Сейчас посмотрим, как у нас получится это сделать. Вон, снизу справа есть такая штука. Я думаю, всем вот так уже будет видно, я думаю. Можно еще больше. Да, ладно, не страшно. Так, ну вот мы играем за белых по позиции, в общем-то, абсолютное материальное равенство и нужно что-то сделать с королем на Е6, я так думаю. Я не вижу прямого выигрыша материала. Может быть проскочит какая-нибудь тактика, типа слон ДТО и ладья Д3. Так, а дальше? Ну вот, дальше, конечно, уже затруднительно. Ну смотри, Е4 есть идея. Е4 это мы отрезаем пункт Д5 от короля и где-нибудь там мат дадим. Да. Как, ну вот, как пример. Что еще здесь делать вообще пока непонятно. Ну, можно попытаться ладью завести как-то через Б1 к королю. Это что-то может дать интерес? Ну, ладья Б2 будет сыгран, например. Да, и нас не пускают. Да, ну, вот ладья С1 мы не можем играть, потому что конь бьет. А, пункт С1. Да, такая задача, непонятно что не делать. Какие-то шахи конем вообще же ничего не дают нам, да? Да, король ходит туда-сюда. Ну, черных игра понятна. Если сейчас белые будут стоять, они тупо будут толкать пешку Аферси. То есть нам нужно предпринимать какие-то решительные контрмеры. Так. Идея. Нужно поднимать идея. Ну, я смотрю пока Ж5. Что-то похожее. Ну нет, это скорее всего бестолково. Не, Ж5 точно неправильно. Вот, смотри, конь А6, напаленный Ф7, но там ладья Д7 всегда, да? Да. Ладья Д7. На конь же И7 король идет... Куда идет король? Король идет просто на И7. Да, и там повторение ходов просто. Да, и мы его там никак не зацепим, да? Обидно. Обидно. То есть никак не проскакивает эта тактика у нас. Стоп, а вот смотри, Артем, вот такая идея. Если на конь А6 ладья Д7 сыграть ладья Д3, отвлечение. Так, хорошо, взяли. Ладья Д3 и мы бьем на... Ф7, только чем. Так как там король убегает в любом случае, да? Видимо, к своей пешке на А4. Да, непонятно пока. Такая задача тут не знаю, я бы сказал. Неужели ничего нет? Я вот ничего не вижу, кроме А4 как-то попробовать отрезать, что ли. У А3 сразу точно тоже не проходит. Мы не можем ничего съесть. Вообще непонятная задача. Или мы с тобой такие слепые? Нет, ну вот смотри. Сейчас у короля черного свободные поля Д5 и Д7. Да? Угу. То есть вот если бы не было коня, то коня на Д3. Ну. Какие-то матовые угрозы бы возникли. А какие? Ладья Д6, например. Ну, то есть нужно закинуть ее туда. Каким вот образом ее туда закинуть? Смотри, ладья Б1. Ладья Б1 не работает, потому что ладья Б2. Да. Нет, смотри. А если вот ладью черных отвлечь как-нибудь на Д8? И. А, и съесть имеешь ввиду? Да. И полностью взять линию Д8 под свой контроль. Так, ну смотри. Есть идея тогда смотреть. Нужно смотреть с ходом конь G7 что-нибудь. А, стоп. Стоп, 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 стоп. Ладья... Ладья Аш-8. Во. Именно. Ладья Аш-8. Ладья Аш-8. Так, дорогие зрители, идею вам сейчас расскажу. Ладья Аш-8 мы... Мы, собственно, можно сказать, принуждаем. А, черных взять нашу ладью Аш-8. Тогда мы бьем на... А, Д3 коня. И... Собственно, будет грозить элементарная ладья... Д6 мат. И защит от этого абсолютно никакой не видно. Ну а что будет, если черные проигнорируют этот... Этот наш... Наш такой выпад. Ладья Аш-8. Какой у них есть ход? Смотри. Так, но они могут отойти по... Линии Д. По линии Д, если они отойдут, они получают... Ну, если не мат, то они получают пренеприятные ладья Аш-8. Если ладья Аш-7, то ладья Аш-8 однозначно. Да, ладья Аш-8 мат. А ладья Аш-6 нельзя. Ладья Аш-5, это, наверное, под Е5. Д4, да. Ой, да, под Е4. Так, и как играть им? Смотри, если отходят по линии Ц, то теряют коня. Если отходит, вот, пункт, давай, Д7. Д7, у ладья Аш-8 мат. Д6 нельзя. Не-не-не, не мат. Или ты как хочешь. Ну, Соб, ну на Д7 ладья... Ну, на ладью на Е8 закидываем. Это будет ладья... Ну, там теряется ладья. Да-да, там все теряется. Там все, да, там все теряется. На Д5, если отходит, то мы втыкаем Е5. Ой, Е4. Да. Ну, то, собственно, я предлагаю играть в ладья Аш-8. Я не вижу спасения за черных. Давай. Так, ну вот какие-то контр-жертвы. А, понятно, смотри. Он... Мы берем ладью. Да-да-да. Он отскакивает конем шахом, и мы остаемся с лишним конем. Мы берем ладью. Да, потом конь f4, и мы с лишним конем остаемся. Смотри, берем ладью. Да. Конь f4 мы бьем. Он берет ладью на Д1. Так? Ты что хочешь сделать? А если мы уйдем на h4? Это ничего не даст. Ну, те же угрозы остались, смотри. Те же угрозы так. Смотри, все то же самое. Вот что лучше? Честемпо... Да, сильнее 6 минут. Мы дольше объясняли варианты. Да, ну... Продолжим. Наверное, в этом ролике это будет последнее. Так. В общем-то, здесь... Должна пройти какая-то атака. Ну, нужно посчитать артемовый варианты, я считаю. Да, конечно. Смотри, черные вообще чем-нибудь грозят. А в данный момент ничем. Вот нужно воспользоваться... Вот белопольник очень сильно мешает. Очень сильно мешает белопольник. Смотри, у нас есть, знаешь, какая интересная идея. Например, ферзь g6. Вот воспользоваться тем, что ферзь не защищен на g3. То есть нам нужно как-то поставить ферзя на линию g и дать скрытый шаг слоном. Так, а если он на h8 уйдет? Если он уйдет на h8, вот это уже другой разговор. Давай, ферзь g6, король h8. И продолжение не видно, да? Надо как-то коня подключить. Стоп, а если мы сыграем... Конь h5. Конь h5, да. Конь h5, ладья бы 7 какой-то. Ну, мы сидим в ферзя. А, вот, отлично. Ферзь g6, король h8. Если король идет на g7, мы даем... Ой, на g8, мы даем слон е6 и загораем ферзя. Да. Если король идет на h8, мы идем... Конь h5, мы напали на мат. Ну, смотри, он... Есть ход ферзь d3, короче. Ферзь d3 шаг, но мы на 1 отойдем. Ну, мат получим. А, там на f1 нас ладья зависает. Да, вот это неприятно. Что-то мы не досчитали. Что надо аккуратнее с этим. Так, ну давай еще раз. Ферзь g6, король h8, конь h5. Конь h5, мы вроде бы нападаем на мат. И вообще, у нас, может, у нас слонос есть, нет? На конь h5. Конь h5, ферзь от ферзь g4. Да, что-то они подумали. Да, значит, это не то. Нужно что-то другое искать. Так, ну а если... Если, если... Коня, значит, убирать нельзя. Конь... Конь d3 должен держать. Да, конь должен держать пункт d3. Стоп, а если съесть слона, то же есть. Если не хочется, не c8. Да, как-то это медленно. Нет, просто смотри, какая идея. Слон c8. Полотя c8. Так. И ферзь f5. Двойной удар. Не, понятно, что у нас отведят на f4. Но у нас лишнее качество. Как тебе такой план? Слон c8, ладья c8, ферзь f5. Мы даем шаг и нападаем на ладью. Но никто нас в общем-то брать не будет. А как будто... Как будто играть черный? Не знаю, на f4 побьет. Побьет на f4. Но мы тогда отдадим шаг с f5. А чем? Чем даем? Слоном. Ну, отошли. А, стоп, может быть ферзем дать шаг с f5? Закрылись ферзем. А, ферзем закрылись. И тогда мы... Ага, вот в чем мы делаем. И тогда мы сыграем какой-нибудь ферзь h3. Здесь слон g5. Ну, слишком тонко как-то. Смотри, ну... Взяли слона. Так. Ну, допустим, его брать никто не будет. Мы играем с ферзи в 5 шаг. Если ферзи в 6, мы играем ферзь h3. Ферзь h3 такая идея... То есть, ну, слон f5. Мы уступаем пункт f5. Ну, уступаем место для своего слона. Другой вопрос, если черные возьмут... Возьмут этого слона на c8. Потом возьмут на e4. Потом возьмут на e4. Вот это уже совершенно другой вопрос. Да. Да. Так что, мне кажется, надо сразу идти на короля. Ну, смотри, ну, это все чем заканчивается. А вот слон f4 мы с тобой не смотрим. Ой, слон f5. Слон f5, допустим, слон f5, ферзь f5, король h8. Ничего опять, ничего нет. Ну, вечный шаг точно есть. Конь g6 и прочее. Так. Должно быть что-то легче, я уверен. Стоп, а может быть... Знаешь, как сделать? Так. Тут должен быть какой-то тихий ход. Знаешь, какой? Вот тот вариант, который я тебе привел, как-то ладью на d1 закину через d8. Вот этим воспользоваться. Нет, а смотри, что я сейчас нашел. Ну. Вот ферзь g6, да? Король h8. И взяли слона. А, ну, и в чем отличие? Ну, слона выигрываем. Ферзь g6, шаг, король h8. Ты хочешь взять слона на c8? Да. Так у нас же... А, ферзь под боем. Кстати, все легко и просто оказалось. Мы с тобой пять минут опять ни над чем думали. Ферзь g6, король h8. Ну, я просто покажу идею Артема. Ферзь g6, король h8. И мы просто бьем на c8. Получается так, что... Завис ферзь. Да, а если берет нашу ферзя, то мы с шахом. Мы с шахом, конем берем на g6. И, допустим, на король h7 мы сыграем слон f5. Да, и все защитили. Да, пробуем. Шах. Да. Кстати, хорошего рейтинга была задача. Но я думаю... Почитай комментарии, может быть, там какие-то тоже идеи рассматривали. Слишком сложные. По-моему, мы с тобой опять вглубились в дебри. Ну ладно, что-то они не открываются. Ну ладно. Всем спасибо за внимание. Вот такие две интересные задачи. До новых встреч.